Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня будет очень интересное видео. Видео о том, как выглядеть дорого. Сегодня речь пойдёт о моём опыте. Я не рассказываю что-то зачитанное, заученное, абсолютно неподготовленное видео. У меня нет никакого списка с собой. Я буду сейчас просто вспоминать, как выглядела дорого я. И как я старалась, и какими пунктами пользовалась я для того, чтобы выглядеть дорого. И на фоне московских моделей и многообразия просто девушек, как-то выделяться, не упасть в грязь лицом. И если вам интересен мой опыт, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Итак, что касается моего опыта, я сразу сделаю такое введение, что когда я жила в Москве, был период в моей жизни, достаточно большой период в моей жизни, когда мне приходилось работать над своей внешностью. Конечно же, хотелось выглядеть дорого, потому что я оказывалась в абсолютно разных ситуациях, в абсолютно разных компаниях от и до. Поэтому я знаю, о чём я говорю. И скажу вам, что я себя спокойно и уверенно чувствую в любых компаниях, будь то это простая компания каких-то рабочих людей, будь то это люди, которые занимают невероятные должности и зарабатывают невероятные деньги, которые нам даже не снились. И я себя одинаково, уверенно чувствую со всеми этими людьми. Для чего может это быть полезно и для кого, наверное, это видео? Скорее всего, мне так кажется, кто же хочет выглядеть дорого и зачем выглядеть дорого? Это для девушек видео, естественно. Скорее всего, для девушек на первом месте, я думаю, для тех, как бы такие охотницы за мужчинами, которые хорошо зарабатывают. Естественно, они хотят себе всё самое лучшее, всё самое красивое. И почему-то очень редко бывает, когда, как в той сказке, за Золушку, понимаете, без ничего. Мужчина прям идёт, одевает её, всё и прекрасно, она королева. Чаще всего мужчины под стать себе ищут, чтобы она и выглядела хорошо, и умная была, и красивая. Ну, в Москве и вообще, в принципе, в России и в мире девушек красивых очень много. Образованных немного меньше, но тоже много. И, в общем-то, приходится как-то на всех фронтах работать. И поэтому мои советы будут сейчас, я думаю, очень полезны для многих девушек. Второй момент, какие девушки выглядеть дорого, это, наверное, какие-то бизнес-вумен, которым приходится по той или иной работе встречаться с какими-то тоже людьми, которые тоже, ну, то есть на хороших уровнях заработка, какие-то бизнес-леди. Им нужно тоже выглядеть хорошо. Не все об этом знают. На самом деле нужно иметь вкус. Но даже не все люди, имея вкус, пользуясь какими-то пунктами, которые я сейчас скажу, могут себя прекрасно чувствовать в любой компании. А особенно в компании, где нужно выглядеть дорого. И перед тем, как я начну, я хочу вам посоветовать, так как сейчас все советы будут именно с моего опыта, то есть я буду рассказывать именно свой опыт, чем я пользовалась и как я выглядела дорого, что я применяла. Я хочу вам посоветовать профессионалов. Есть, на самом деле, сайт, о котором я уже вам говорила. Это центр Secrets. Он находится в Москве, и недавно они открылись в Питере. Там проходят тренинги как для женщин, так и для мужчин. Тренинги абсолютно на разную тему и абсолютно с разным карманом. То есть если у вас нет возможности, нет сейчас денег, то там полно бесплатных вебинаров, где вы сможете непосредственно пообщаться с профессионалом на тему, как стать успешной, здоровье женщины, про сексуальность, все, что угодно. В общем, вам интересно. Вы сможете там абсолютно бесплатно найти и еще задать вопросы. Также можете прийти к ним в центр, непосредственно поучаствовать во всем. Также вы можете зарегистрироваться на сайте. У вас свой будет личный кабинет. И все ролики, которые вы будете смотреть, они все там сохраняются. Если вы что-то забыли, вы сможете снова посмотреть его и освежить себе память. И что самое интересное, что там не просто люди с опытом, которые вот я сейчас опыт буду рассказывать. Там именно профессионалы, которые именно с профессиональной точки зрения расскажут вам, как, что правильно, психологически. В общем-то, я думаю, что это будет интересно. Итак, приступим. Первое. Чем я всегда руководствовалась? И, кстати, даже я вам скажу так, что первые два пункта, которые вы должны просто усвоить для себя, дорого, это всегда будет минимализм и естественность. Это два таких слова, которые вам нужно запомнить и, ориентируясь на них, делать свой образ. Первое, что мы поговорим о естественности. Естественность – это неброский макияж, неяркий. То есть, когда я всегда собиралась куда-то, для меня, если вот уж точно нужно произвести какой-то фурор, выглядеть прям вообще на высоте, я никогда не пользовалась какими-то… Во-первых, я не экспериментировала никогда, никогда не использовала какие-то сильно темные тени, стрелки. То есть, для меня все это было… Потому что я всегда не была неуверена, насколько оно все круто у меня будет, да, там на 100% или нет. Поэтому я всегда использовала всегда натуральные тона. То есть, тени я буквально подводила просто, чтобы сделать очертания. Румяна совершенно немного. Я даже вам скажу, что красный цвет, казалось бы, да, вот всем идет, говорят, да всем, да не всем. Я с красным цветом помады тоже никогда не экспериментировала. Я всегда использовала вот такие вот губные, которые у меня сейчас. Можно даже гигиеничку использовать. Это вот даже лучше всего. Единственный момент, который, знаете, всегда придавал дороговизны, вот, знаете, вот скажу все-таки, это красивые белые зубы. Здесь уже никак, да, мы не сможем сэкономить на этом деле. Это действительно во что нужно вкладывать. И тогда вы можете вообще, в принципе, не краситься. Вы улыбнулись красивой белой ровной улыбкой, и это прекрасно. И вот лицо, минимум косметики, красивые белые здоровые зубы, чистые волосы, чистые волосы, это обязательно, господи, будете вы опаздывать, будете, я не знаю, если даже у вас чистые волосы и жирнеет кожа головы, воспользуйтесь сухим шампунем. Для меня это, например, ноу-хау, когда было, ну, ноу-хау, в смысле, новинка такая в использовании. Раньше я его не использовала, сухой шампунь, но когда я помыла голову, уложилась, и жара, мы идем на фотосессию, и просто прошло каких-то два часа смытья моей головы. У меня, то есть, ну, видимо, вспотела голова, и такие, как будто я не мыла голову. Ну, что это такое, в конце концов? Вы же не пойдете опять мыть голову, или не будете объяснять кому-то, почему вот так все получилось. Надо что-то делать, да. Сухой шампунь, он впитывает всю жирность волос, поэтому, если уж у вас жирная голова, и получается так, что нужно, чтобы было все презентабельно, то воспользуйтесь сухим шампунем, я вам рекомендую. Итак, мы не экспериментируем с макияжем, что касается лица, да. Мы не экспериментируем с помадами, никаких ярких красок, черных стрелок, особенно, если вы не знаете, насколько они вам идут и какие нужны, да. И чистая голова. Не экспериментируем с прическами. На самом деле, это тоже такой момент, что-то идет кому-то, поднятый хвостом, не поднятый. Всегда дорого выглядят, просто красивые, расчесанные, чистые волосы, здоровые. Поэтому за ними обязательно нужен уход, чтобы не торчали нигде перышки, да, лучше где-то вытянуть утюжком, чтобы не было секущихся каких-то кончиков. То есть, ну, понятное дело, это естественно. Поэтому они должны просто быть распущены, чистые и здоровые. Дальше идем про загар. Да, в наше время, может быть, раньше аристократия, белая кожа, это было красиво. И сейчас белая кожа красива, но обложки, мода нам вот диктует немножечко другое. Поэтому я не говорю о том, что нужно загорать и прям быть вообще шоколадками, хотя это очень красиво, когда все такое загоревшее. Но с загаром можно переборщить, поэтому с загаром не экспериментировать. Перед какими-то выходами, куда вы собираетесь, не нужно ходить в солярий, потому что неизвестно, одна минутка плюс-минус, вы покраснеете, пигментные пятна. Это все так некрасиво. С загаром перебирать вообще не нужно. То есть, золотистая кожа. Да, сильно белая, это недорого сейчас смотрится. Хотя, смотря как что подобрать, это нужно уметь. Да, это нужно уметь. Нужно уметь подобрать макияж, красивые цвета, чтобы вы не бледнели на фоне других, понимаете, выглядели ярко, и тем не менее не сильно броско, так, чтобы на вас не смотрели, как на клоуна. То есть, это нужно уметь. А потому, если у вас белая кожа, то лучше ее немножечко подрумянить. Это мой опыт, я вам так скажу. И да, я мало встречала совсем белесых девушек на своем пути, которые производили интересное впечатление и не были обделены вниманием. Да, все были загоревшие, красивые, все ухаживали за своей кожей. Она должна еще быть при этом не сухая, потому что, если вы загораете, и у вас сухая кожа, это видно, белые такие поблеки, и на лице это видно, и на руках, и на ногах. Поэтому кожу нужно увлажнять. А так, до вас еще кто-нибудь дотронется, какой-нибудь ваш на свидании парень, потрогает вашу кожу, и это ужасно, когда она шелушенная. Поэтому за кожей нужно ухаживать, и легкий бронзинг, легкий какой-то оттенок румяный, это хорошо, это дорого. Может, вы где-то загорали, и вообще это здоровье лица, да, румянец, когда вы не бледная, как смерт, а когда у вас есть какой-то цвет кожи. Это считается каким-то здоровьем. Во всяком случае, мне с детства всегда так говорили, что я какая-то бледная, мне нужен какой-то румянец, и когда я позагораю, то румянец какой-то появляется. Дальше пройдемся по вещам. И здесь мы уже включим минимализм. Ну, и внесем естественность. Вот этот совет, который я услышала у одной девочки, буквально с самого начала видео, мотанула немножечко там, она говорила о том, что в одежде нужно выбирать такие естественные цвета, которые есть в природе. Ну, не говоря белый, черный, там красный, это как бы всегда, они всегда работают, все эти цвета такие, как бы классика, не знаю, да. А остальные цвета нужно подбирать, То есть какие-то постельные тона, там, я не знаю, голубой нежный там в природе есть, да, коричневые, бежевые, вот такие вот, да, тона какие-то, которые вот есть в природе. Зелёный, хотя зелёный, как бы не знаю, смотря какой зелёный, может, какой-то тёмный зелёный, изумрудный, да, там, цвет неба, цвет моря, очень красивые цвета. И бордо, она говорила о бордо. Это то, что я для себя немножечко открыла. Хотя я всегда использовала, я вам скажу так, то, что не прогадаешь. Белый, чёрный, красный, это никогда не прогадаешь. Хотя, смотря что ещё. Вот, например, красные брюки я не экспериментировала. Вот, например, какая-то красная кофточка, и то, смотря какая. То есть красный цвет, он на себя берёт много внимания, поэтому вещь должна быть классической, да. И я бы не брала в расчёт красные брюки, а что-то какой-то вверх, пальто, всегда очень дорого, классно смотрелось. Обувь красную тоже бы я не брала, если только это не лодочки какие-то, да. Сумка красная, ну, только если она не какая-то дорогая сумка. Если какая-то дешёвая бюджетная сумка, то лучше, может быть, её и не брать, даже если это клач. Это, сейчас я сказала, какие-то, ну, да, могут быть такие спорные варианты. Что никогда не прогадайте, это чёрная, белая. Если вы хотите пристройниться, чёрный, чёрные обтягивающие брюки, чёрная кофта, если вы даже придёте во всём чёрный, чёрная шпилька, чёрная кофта, чёрная эта, чёрная сумка, всё, и вы такая вот красивая, это всегда best the best. По-чёрному особо очень сложно определить, дешёвая вещь это или дорогая. Единственное, что она должна быть не закошлачная, она должна быть не помятая, понимаете, да? То есть по ней она должна быть хотя бы либо новая, если это недорогая какая-то вещь, ну, то есть выглядеть она должна хорошо. Потому что если вещь закошлачная, по ней видно, что она дешёвая, и всё, и вы уже... Даже, знаете, многие дорогие вещи могут испортиться со временем, и за этим тоже нужно следить, это тоже будет выглядеть очень плохо. Что касается во всём белом, тоже точно так же нужно подбирать, это как и с красным, потому что уж сильно во всём белом тоже вы будете привлекать внимание, а если вам нужно скрыть какие-то немного габариты где-то, что-то, да, то лучше миксовать чёрный с белым. Например, чёрные брюки, белая кофточка, это всегда вообще, ну, это классика, да, то есть вы тоже с этим не прогадаете. Поэтому очень сложно, если вещь хорошо отглаженная и без всяких катышков, то очень сложно угадать её цену. Что касается цветов, таких как беж и коричневый, да, это безусловно всегда работает, то есть какое-то бежевое платье, какие-то бежевые постельные кофточки, без всяких каких-то страз, без всяких каких-то дешёвых надписей, это всегда работает. Юпочка какая-то вот по колено, не короткая тоже. То есть я вам так скажу, я отказывалась от моды, потому что мода это всегда такое дело, ты не угадаешь, да, на самом деле вот у нас мода с этими колготками клетчатыми, которые буквально она была, там, я не знаю, 2-3 недели, и уже она как бы неактуальна, уже настолько всё это затёрло, что уже как бы и неинтересно. Поэтому если вы не следите прям за модой так вот, вот нон-стоп, вы прям знаете, что сейчас на пике, вот не экспериментировать бы лучше с такими какими-то модами. Лучше брать классику, потому что классика никогда не выйдет из моды. Классические цвета, классические покрои, то, что подчёркивает ваше достоинство, убирает ваши недостатки, всегда будет хорошо. И не сравнится ни одна девушка, которая пришла в классики, вся такая красивая, ухоженная, всё вот так, понимаете, ничего лишнего, ничего не выдаёт, ни цен, ничего не выдаёт её безвкусицы какой-то, или, ну, в общем, незнаний каких-то. С девушкой, которая пришла, вся такая на моде, вся такая яркая, понимаете, пёстрая, которая ещё мозолит глаз. Вы знаете, это даже по психологии. Все цвета такие, да, они постельные, и всё. С ними очень хорошо, потому что они радуют глаз. Вот, например, красный, он немного раздражает, да. Если много разных пёстрых цветов, да, это может клёво и модно, но это раздражает глаз через какое-то время. И, допустим, вы можете первое впечатление произвести такое интересное, а в ходе уже, например, да, это может надоесть, замозолить, и впечатление будет портиться и портиться. Поэтому нужно оставаться такой, понимаете, воздушной. Ну и в конце концов, пёстрость и всё такое, это неестественно, да. Поэтому я имела в виду к тому, что если модно, то это должно быть дорого. Если это ярко, всё модно, должно быть дорого. Действительно, вещи должны стоить немалых денег, чтобы прям смело в таком приходить. А если всё это дёшево и модно, то это вообще недорого, вообще недорого. То есть модно и дорого, они вместе как бы несовместимы. Это не значит, модно не значит дорого. Что касается бижутерии всякой и так далее, это вообще. То есть минимум бижутерии. Одно колечко или какие-то, вот, например, да, всё время вот я хожу постоянно, я их не снимаю. Ну, это золото. Его не нужно много, не нужно увешивать себя этим золотом. Какая-то небольшая, тоненькая цепочка, которую вы всё время носите. Вот я, допустим, не снимаю вот эту цепочку, да. Я не снимаю вот эти колечки. У меня всё время эксперименты с серёжками. Но если бы мне нужно было выглядеть дорого, то я бы отдала предпочтение, и у меня, допустим, нет возможности одеть какие-то, да, дорогие серёжки там и так далее. Я бы отдала предпочтение каким-то гвоздикам. Ну, и посмотрела бы, конечно, чтобы не было на них каких-то там, чтобы они не были такие затёртые, чтобы по ним не было прям видно, что это какие-то дешёвые стразы, да. И тогда оно не кидалось бы в глаза. Вот здесь у меня сейчас серёжки такие. Я специально оделась, вот на самом деле, мой образ. Вы никогда не угадаете, вы не угадаете, сколько стоит эта кофточка. Вы не угадаете, что за серёжки у меня на самом деле, да. Ну, не будем говорить о подвеске и так далее. Чистые волосы, мягкие локоны, то есть не какие-то яркие кудри. Это тоже может иногда портить как-то образ, да. Мягко, естественно, кудри, лёгкий бронзинг на лице. Абсолютно у меня нет практически косметики. У меня вот губы, которые немножко даже, да, преувеличивают естественный цвет. Нет, немножко вот румянца, у меня нету даже теней, нету даже теней на глазах. И всё, брови в хорошем, ну, в хорошем, да, ногти в порядке. Вот, кстати, вы можете, эти все пункты можете соблюсти, но если у вас ногти не в порядке, всё, опять. То есть для меня лучше не красить вообще ногти. Я говорила вам уже об этом в том, как выглядеть красиво. И я уже говорила о том, что ногти лучше вообще не красить. Смазать кутикулу маслом, чтобы она просто не была сухая, потому что она когда сушится, то белеет. И это видно, и это некрасиво. И всё, ногти лучше вообще не трогать. Не привлекайте внимания на ваши какие-то недостатки. Они должны быть вообще невидимы, они должны раствориться во всём. Поэтому привлекайте внимание на ваши достоинства. И что касается бижутерии, то это, конечно же, если это недорогая бижутерия, хотя даже если дорогая, опять же, сейчас настолько делаю, да, те же стразы Стваровские. Они блестят порой так сильнее, чем бриллианты. И никогда не угадаю, что сколько стоит. Поэтому лучше не увешивать себя всем этим, да. Тоненькая цепочка, акцент на чем-то одном делать. Либо у вас одно красивое колечко какое-то дорогое. Если его нету, то какое-то не слишком тогда пёстрое колечко, да. Если это серёжки, то тоже, если они, допустим, одни какие-то громоздкие большие, то они должны стоить, они должны выглядеть. Это не должны быть дешёвые какие-то камни висеть, потому что дешёвые камни видно, да, обычные стразы. Потому что они царапаются, портятся, блекнут, да. Если это, может быть, какие-то камни Сваровские, то, может быть, можно. Да, если это бриллианты, то вообще чудо. Но если нет денег, а нам нужно выглядеть дорого, то это маленькие-маленькие гвоздики. Может быть даже лучше и вообще без серёжек. Это что касается внешности, естественности и минимализма. Я думаю, я ответила на все ваши вопросы. Еще момент такой, что всегда между девочками все всегда склонялись к тому и друг другу советовали, что обувь и сумка должны быть дорогие. То есть я сейчас не придерживаюсь этого момента, мне в принципе сейчас не обязательно выглядеть дорого. Мой мужчина знает, какая я, какая я крутая, какая я могу быть. Я сама это все прекрасно знаю. В таких кругах я уже не кручусь и мне это в принципе пока что не нужно. Но если будет нужно, если я куда-то буду выходить, естественно, там встреча, например, с ютуберами какими-то, на какие-то вот мероприятия, может быть, светские, конечно, я буду всеми этими советами, своими же своим опытом пользоваться. Естественно, я буду стараться выглядеть аккуратно. Но что касается сумки и обуви, да, должна быть хоть одна такая вот сумка хорошая, хоть одна такая классная обувь. Именно для таких мероприятий, где вы должны выглядеть дорого, где вы должны себя красиво подать. И то есть хорошо бы, чтобы прям по ним было видно, что это так. Но если нет у вас денег на дорогую сумку и на дорогую обувь, то они должны быть классическими, вот. То есть ничего лишнего, никаких страз лишних навешанных. Обувь чёрная тоже классика, либо это сапоги, либо это лодочки. То есть ничего такого экспериментального, никаких ярких цветов и, да, никаких страз. И вот этих вот дешёвых жёлтых змеек, может быть, да. Над этим надо вот кропотать и работать. Потому что, опять же, если мы возьмём какую-то классику, возьмём даже из эко-кожи что-то, да, там, недорогое за 3 тысячи, но оно будет в классическом стиле. И тут же возьмём рядом какой-нибудь дорогой бренд, тоже в том же классическом стиле. Поверьте, вы с первого взгляда даже не... Вы не скажете, где кожа, а где нет, где какой бренд и что где стоит. Это правда. Это касается и также кожаных курток, и некожаных, да. То есть именно от стиля классики, да, очень сложно здесь разгадать. А когда уже, вот даже я недавно себе выбирала куртку кожаную, когда я смотрю на сайте, вот всё подряд там, от 2 тысяч куртки, да, до 60-70 тысяч я смотрела. И я просто вот смотрю, 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 раз мне там что-то понравилось, раз смотрю тысячи, 3 тысячи, например, да. Потом смотрю, смотрю дальше, думаю, глядь, что такое не особенное. А сколько, интересно, стоит? Смотрю 60, я бы не взяла такое, потому что там какие-то могут быть модные вкрапления, которые уже как бы не модны, не актуальны. Но, извините, бренд, написано название бренда, да, какого-то, и у них уже уценка там, и тем не менее она стоит там 30-40 тысяч, даже с уценкой. В общем, все эти моменты, они очень относительные. И я вам так скажу, что классика из моды никогда не выйдет. Это первый момент. Второй момент, я согласна, с естественными цветами. Это тоже никогда из моды не выйдет, это всегда подчеркивает. И минимум всего, минимум всяких этих модностей, минимум всяких побрякушек, чистота, красота и улыбка. Улыбка – это главное оружие девушки. И еще также хотела сказать немаловажно внутреннее ощущение. Девочки, нужно уметь раскрепощаться, нужно уметь чувствовать себя свободно и раскованно. Я не говорю, конечно, о том, что вообще вот прям... Нет, именно свобода должна быть какая-то внутренняя. Для этого действительно нужно работать. Вы можете очень суперкруто выглядеть, да, дорого и так далее. В любом случае, открытые, раскрепощенные люди привлекают внимание еще больше. Все должно быть гармонично и дополнять друг друга. Поэтому бывает, что девушка на самом деле одета не так дорого. И может быть, это видно, что одета она не так дорого. Но у нее просто чистые и опрятные вещи, да, а также она, естественно, и красива. И при этом, если она достойно себя преподносит, вы знаете, порой хочется идти, понимаете, и одеть этот же мешок картошки, думая, что ты так же будешь выглядеть, как и эта звезда в мешке картошки. Поэтому надо работать над собой. И как раз-таки вот эти вот тренинги, которые, возможно, кому-то помогут, помогают раскрепощать, узнать что-то большее, это знание, опыт. И нужно вкладывать в себя. Поэтому не пренебрегайте этим, девчонки. Вкладывайте в себя, и потом все, что вы в себя вложили, вам вернется в 100 крат. Вот, я это вам говорю на личном опыте. Я желаю вам быть просто красивыми, я желаю вам быть внутри счастливыми и уверенными в себе. И не забывайте пройти по ссылочке внизу, посмотреть вебинары, я думаю, вы найдете там очень много полезного и интересного для вас. Будьте счастливы, мои любимые женщины и девушки. Я вас целую и люблю, и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok